13.06 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». Я, наобшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии по представителю Кировской области в Общественной палате России, вице-президенту Увятской торгово-промышленной палаты Андрею Сенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. Так, ну вопросов у нас много и свои мы заготовили. И я напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать через форму анонса на нашем сайте eho.kirova.ru. Этих вопросов мы ждем и обязательно их зададим, если в процессе эфира они поступят. Я хотела начать с вами разговор с кировских тем, но вот не получилось. Да, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил сегодня о том, что уходит в отставку. Я бы хотела услышать ваше мнение по этому поводу. Мы все знаем, да, что в Екатеринбурге выборы мэра были прямыми. Ройзмана избрало большинство жителей города с перевесом, по-моему, в 4% от ближайшего соперника, да. И вот сейчас в Екатеринбурге обсуждается вопрос об отмене прямых выборов мэра города. Евгений Ройзман занимает позицию негативную по этому вопросу. Предлагал провести народный референдум. Референдум не проходит. Собственно, вопрос решает Городская дума. Ройзман не согласен, видимо, предполагает, каким будет решение. Ну и вот, говорит, что не хочет в этом участвовать, поэтому и ходит в отставку. Это конец демократии в России, Андрей Леонидович. Не так кажется. Ну как? Вот для меня Ройзман эта фигура такая вот, знаете, еще там из начала двухтысячных, может быть, даже из конца девяностых. Ну, смотрите, Анна. Популярные политики. Говоря о конце демократии, вы, по сути дела, говорите о том, что конец эпохи оппозиционеров у власти. Ну почему сразу оппозиционеры? Ну, а тогда почему конец демократии-то? У нас с вами в стране всенародные выборы президента. Да, а всенародных выборов мэра нет. Всенародные выборы за Государственную Думу. Всенародные выборы губернаторов. Какой конец демократии-то? Вот понимаете, какая интересная штука, об этом я тоже задумался, когда мы с вами сейчас начали разговаривать. Ройзман в данном случае фигура оппозиционная. Оппозиционная это правда, да. Поэтому говоря о конце демократии, как с точки зрения там нахождения оппозиционеров у власти, ну тоже вопрос. На самом деле это просто громкий пример, а если мы пробежимся по губерниям, что называется, по регионам, там по городам, то такие примеры, по крайней мере, у управленцев не от партии власти тоже есть. Но их мало. Ну, их мало, несомненно. Ну, вот смотрите, какая штука. То есть мы же с вами, когда говорим о всенародных выборах губернатора, тоже как-то с сомнением считаем это демократической процедурой. Ну, потому что я не буду никого подставлять, я скажу так. Ходят разговоры или эксперты говорят о том, что далеко не каждую кандидатуру одобрят в администрации президента. Ну, я просто предлагаю не подменять, что называется, понятие. Да, отставка Ройзмана и конец демократии в России, это, в общем, вещи, не находящиеся в прямой зависимости. Хорошо, если мы выбираем президента, то почему мы не можем выбирать мэров городов? Не знаю, почему мы можем. Как? Ну, просто, на мой взгляд, это... Опосредованно, через депутатов? Нет, мы можем и напрямую. Ну, еще раз повторюсь, у нас есть прямые выборы губернатора. Вместе с тем, в среде неразделяющих мнений большинства, да, или имеющих собственное мнение, результаты этих выборов тоже постоянно подвергаются сомнению. То есть, по факту, мы с вами имеем, что механизм, каким бы он ни был, прямые выборы, опосредованные выборы, не гарантирует демократической процедуры. Вот об этом нам говорят, когда ссылаются на то, что та или иная смена механизма, значит, приведет к концу демократии, что называется. Я считаю, что здесь в большей степени надо говорить не о механизме самом. Каким бы он ни был, он должен полноценно использоваться. Мы с вами опять вернемся, собственно говоря, к тому, с чего нет, некоторое время назад, о чем мы говорили, и в этой студии тоже многократно. О степени участия у нас самих и о степени использования всех механизмов, которые у нас есть. Это вы сейчас о том, что большинство граждан не ходят на выборы? Вернее, по округам в городе, по городской думе. От 10 до 30 процентов, я бы так сказала. Да, а по довыборам и того меньше. Поэтому говорить о том, хороший или нехороший механизм, надо только, когда мы используем его полноценно. Тогда можно сделать вывод, там работает он или не работает. Потому что если мы с вами возьмем молоток и будем стучать по гвоздю не металлической частью, а деревянной, то, в общем, окажется, что это бесполезное приспособление. И не работает. А если перевернем и ударим со всей силы, то, в общем, окажется, что заработано. Поэтому мне в решении Ройзмана, я не так давно познакомился с этим решением, утренним, мне не очень понятна мотивация. То есть я против этого решения, поэтому я ухожу в отставку. А ты символизируешь собой, собственно говоря, достоинство той системы, которую ты отставишь. Ты всенародный избранный мэр. Тебя избрали, тебе доверили. И ты не используешь до конца все возможные способы решения этого вопроса. Я не очень понимаю, о чем вы сейчас, а что он мог сделать в этой ситуации. Его полномочия с принятием завтра решения городской думы Екатеринбурга не заканчиваются. Это решение, внесение изменения в устав распространяются на следующую процедуру. Все правильно. Так какой смысл? То есть в знак протеста? Но он же руководит городской думой Екатеринбург. Он не хочет отвечать за решение городской думы Екатеринбурга, который, как он предполагает, как мне кажется, будет однозначно в сторону изменения устава. Мне вот эта мотивация непонятна. С одной стороны, мы говорим о том, что нам нужен механизм прямой демократии по выборам мэра. С другой стороны, мы говорим, что механизм прямой демократии при голосовании в городской думе, он неправильный. Вам кажется нелогичным поступок Екатеринбурга? Мне кажется нелогичным, потому что, еще раз говорю, он олицетворяет собой, собственно говоря, то, что пытается отстаивать, и сам от этого отказывается. Я считаю, что это нечестно по отношению к тем избирателям, которые за него проголосовали. И нечестно по отношению к самому себе с точки зрения, я не знаю, всех аспектов, но уйти в отставку самый простой способ. Я против, поэтому я так демонстративно поступаю. Идите вы все. Если какие-то действия будут дальше предприниматься им в этом направлении, тогда можно будет сделать вывод, что это, например, осознанное решение. А так, пока мне это напоминает ситуацию... Чтобы вам было плохо, я сделаю больно себе. На злом маме отморожу уши, это называется. Вот, вот, я забыл эту формулировку замечательную, но вот, как бы, именно так, да. И что сейчас получается у тех людей, которые в него поверили? Но пока они поддерживают его решение, они говорят, что это мужской поступок. Не хочет голосовать человек. Не хочет отвечать за то решение, с которым не согласен. Ну, ходит. Мужской поступок, не хотеть отвечать за что-то, ну, это, в общем, как бы такая странная формулировка. Не за свои действия. Ну, не за свои, так он проголосует и против, и никто тебе вопросов не задаст. Это же голосование, у каждого своя позиция. Меня как раз всегда отсутствие, очень удивляет отсутствие позиции при голосовании, при том, что есть там запротив и сдержался. Мы в Гордуме, в Заксобрании иногда имеем историю, когда просто нет голоса. Что это? Ну, не определился. Поэтому вот такая вот у меня позиция в данном случае. Особое мнение Андрея Усенко, представителя Кировской области в Общественной палате России, вице-президента авиатской торговой промышленной палаты. Сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Мы продолжаем особое мнение Андрея Усенко в нашей студии. Я напоминаю, переходим к кировским темам. Ну, не совсем, так скажем, кировским. Проект все-таки федеральный, проект «Что не так?», который вы анонсировали в нашей студии. Секретарь Общественной палаты России Фадеев анонсировал в нашей студии, приезжал. Громкое было достаточное открытие, стояли буквы большие возле художественного музея. Вот. А с той поры тишина в эфире, Андрей Ленин. Ну, собственно говоря, тут и не предполагалось постоянного информации. Шумно в эфире. Ну, что не так, мы, в общем, выяснили частично. Я думаю, что большую часть того, что не так, мы и знали. Ну, частично мы это выяснили в рамках того проекта «Круглого стола», который был. Но мы тогда договорились, что этот формат, подобный формат встречи неравнодушных людей и тех, у кого есть что сказать, и что предложить, и что обсудить. И какую проблему заявить. И какую проблему, собственно говоря, обозначить. Этот формат сохранится, и мы будем его на системной основе проводить у нас в регионе. Что, собственно говоря, мы сейчас и делаем. Я могу уже анонсировать. Давайте. Есть договоренность о том, что 28 июня в 14.00, ну, мы достаточно заранее, за годы, что называется. За благовременно. Так. Можно же и разговорно выражаться. Да, за благовременно мы планируем 28 июня в 14.00. Сейчас мы определяемся по площадке, в зависимости от ее занятости. Но это будет что-то в центре города, достаточно вместительное. И, в общем, мы пришли к выводу, поговорив с коллегами из Федеральной палаты и здесь в регионе, о том, что если мы будем делать это на регулярной основе, надо делать эти встречи тематические. Не пытаться поговорить обо всем сразу. Потому что нет, как бы, просто физической возможности все это произнести за ограниченный период времени. Мы берем тему, мы приглашаем федеральных экспертов, в том числе из Общественной палаты России. Поэтому, опять же, сейчас могу анонсировать. Вы с первой темой определились уже? Да, мы определились. И кто выбирал? Да, мы определились и готовимся. Мы ее обсуждали в стенах Общественной палаты региона. Мы ее, собственно говоря, обсуждали с правительством, с блоком внутренней политики. И, честно говоря, мы должны... Простите, а зачем? А с правительством зачем? Речь идет о том, что это же диалог. Между обществом и властью. Да. А, ну то есть вы у них спрашивали, готовы они на эту тему говорить или нет? Да, конечно. А если бы они сказали нет? Ну иначе, если мы предложим тему, в которой нет спикера готовности говорить, то это будет не диалог, а монолог. Мы все-таки настроены на диалог, поэтому мы не спрашивали разрешения. Так, и что за тема? Мы обсуждали те тематики, которые можно взять. И я должен совершенно искренне сказать, что даже в некотором смысле, ну, вернее, прям там слегка удивлен и благодарен за то, что есть готовность обсуждать абсолютно там, как бы без... Какая тема? Па-да-да-дам! Значит, тема звучит следующим образом. 28 июня, клуб «Так-то-да», с названием мы тоже у него определились изначально. Подождите, что не так или «Так-то-да» все-таки? Значит, проект «Что не так» это круглый стол Общественной палаты России, который проводится в регионах. Вот то, что прошло у нас уже. Дальше на его базе возникает региональный клуб, и такие клубы практически во всех регионах состоялись уже, где, ну, вернее, организованы, там, где был проект «Что не так». Восемь, по-моему, таких регионов, да, в России? Да, ну, восемь было до нас, и сейчас уже еще, по-моему, три провели. И возникает уже региональный клуб со своим собственным наименованием. У нас он будет называться «Так-то-да». Спасибо Борису Павловичу. А тема 28 июня звучит следующим образом. «Что будем делать с мусором?» Ага. Это вы на фоне мусорной реформы решили обсуждать? В совокупности. Или это вам город не понравился, как его прибрали к 9 мая? Нет, мы, конечно, говорим о системной, как бы, ситуации и о предстоящем введении там схемы. То есть больше это все-таки касается вывоза отходов? Да, мы говорим о твердых коммунальных отходах ТКО, то есть это не касается там приборки улиц. Мы говорим о мусоре, который мы генерируем. Что с ним будет? Прошу прощения. И именно эту тему мы будем обсуждать с точки зрения того, какие изменения в этой сфере грядут с 2019 года. О них частично уже говорится, но мы предполагаем, что основной объем, собственно говоря, там... Вопросов? Вопросов, обсуждения, он придется на 8. Мы хотим это предвосхитить и уже, как бы, не доводить ситуацию до неразъясненного обсуждения. Мы хотим предложить органам власти, во-первых, в открытую, собственно говоря, рассказать, продемонстрировать, какие изменения планируются, что будет в этой сфере меняться, каким образом там сформируется схема расположения этих объектов, какие действия предпринимаются, и особое внимание обратить на, естественно, учет мнения и вообще диалог с обществом при принятии тех или иных решений. Андрей Леонидович, это вам на региональную службу по тарифам надо немножко надавить. Они к 1 июля обещали озвучить примерные цифры тарифа на вывоз мусора. Так вот, чтобы к 28 июня он уже был, чтобы вы про деньги тоже могли поговорить. Мы поговорим про деньги с точки зрения, в первую очередь, с точки зрения не абсолютного тарифа, а с точки зрения ценообразования. Нас, в первую очередь, сейчас будет интересовать, и почему мы делаем это даже заранее, до объявления итогового тарифа, нас, в первую очередь, интересует, что туда входит. Ведь для нас с вами важна не цифра четкая, которую мы платим, а за что мы ее платим. Это понятно. Мы должны понимать, за что мы платим. И тогда нам будет понятнее, принимаем мы эту цифру или нет. Точно так же, когда мы приходим в магазин, мы видим товар и видим цену, и мы сопоставляем для себя. Готовы мы эту цену заплатить за этот товар? Стоит он того или нет? И это решение мы принимаем. Так вот, наша задача разобраться не просто с ценой и не сказать, что с 1 января мы будем платить столько. А что будет, собственно говоря, в эту цену входить? За что мы начнем с 1 января платить? Вот эта задача стоит, поэтому сложности там с... То есть это такая больше разъяснительная будет встреча? Эта встреча разобраться. Разобраться всем. Хорошо, вот вы разберетесь. А дальше-то ничего же не изменится. Ну, то есть решение-то принято уже. Оператор выбран. Мы же не можем сказать, что не будут люди платить вот за это. Например, за амортизацию оборудования оператора или еще за что-то. Ну, вот все-таки характер этой встречи, это подготовка жителей к тому, что будет происходить, и объяснение им, за что они будут платить повышенные деньги. Я бы не... Вы когда так говорите, вы формулируете, наверное, с точки зрения органов власти. Проинформировать, подготовить, ну и, условно говоря, выпустить парк. Я просто, Андрей Леонидович, страдаю от этого, потому что после того, как вводится это все, у нас вот здесь телефон не замолкает, от возмущенных звонков мы не можем отбиться. Так, мы должны с вами, вернее, мы предполагаем провести это мероприятие для того, чтобы все вместе разобраться, что же все-таки будет происходить, на что можно повлиять, что уже принято, и, собственно говоря, что нам это принесет. Потому что пока речь идет в информпространстве о чем? С 1 января мы будем в разы больше платить за вывоз мусора. Вот и все. Больше в информпространстве ничего не присутствует. Мы не понимаем, за что именно мы будем платить. Когда говорят о том, что там тариф вырастет в несколько раз, надо понимать, что сейчас его вообще не существует. Ну, сейчас заложен в обслуживание. У управляющих компаний, не у граждан. Мы должны понимать, что если мы этого не будем делать, то через некоторое время... У нас будет Волоколамск. Или хуже, или мы просто зарастем в грязи. Мы можем отказаться от всего. Вот включим механизм прямой демократии, откажемся от этих решений. Куда будем вбрасывать мусор? Понятно, что каждый не хочет, чтобы рядом с ним это происходило. Но при этом всем вместе нам необходимо решить этот вопрос. Вот с целью диалога о том, что предполагается, какие изменения, какие решения. И понимание того, что в первую очередь вызывает беспокойство, обоснованное или не обоснованное, мы будем об этом разговаривать и будем, собственно говоря, объяснять. 28 июня, площадка в центре города в 14.00. А кто будет от правительства? Алла Викторовна Албегова или пока нет кандидатуры? Не определили вам? Вообще формат клуба предусматривает участие губернатора. А, вот оно как. Понятно. У нас, собственно говоря, там сам формат этого мероприятия и его предыстория из «Что не так?» она несет как раз... Участие первых лиц. Вот эту составляющую, да. То есть это участие губернатора, и мы, собственно говоря, на это ориентируемся. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, о проекте Общественной палаты России «Что не так?» Клубе «Так-то да», который будет работать в Кирове. И первое заседание пройдет 28 июня. Еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить, как с общественником. Общественная палата России, насколько я знаю, утверждает составы общественных наблюдательных комиссий, которые надирают, я бы так сказать, контролируют соблюдение прав заключенных в местах их принудительного содержания. Вторую неделю мы уже эту тему обсуждаем, да. Наша Кировская ОНК внезапно оказалась богата сразу двумя сайтами в интернете. Один официальный, утвержденный на заседании комиссии. Второй неофициальный, который, ну, по нашей информации и потому что можно понять из написанного, ведет председатель комиссии Михаил Кузьминых. И вот все бы ничего, Андрей Леонидович, понимаете, там, я бы даже сказала, вот просто мое сердце филолога радуется, конечно, когда эти тексты вижу, потому что они настолько витиеватые. Но когда я вижу, как человек пишет про своих коллег по комиссии, мне кажется, что вообще-то это немножко неправильно. Мы вот здесь вчера очередной текст открыли, да, посвящен он был мероприятиям, которые в годовщине Победы были приурочены в местах принудительного содержания. Вот, ну, как бы тема тоже такая, знаете, не для ерничания. И там прямым текстом написано «Председатель УНК весьма удовлетворен тем, что ряженным в обличии правозащитников, клоуном из числа УНК не пришла в голову мысль заявиться в эти дни к осужденным. Они могли бы сильно попортить праздник. Цена их известна каждому. Какие эмоции может испытывать осужденный, глядя в чувствительный для него момент на некую непотребную харю?» Это он пишет о своих коллегах по комиссии, которые занимаются общественным контролем. Андрей Леонидович. Да, я знаю. Слушайте, ну это же безобразие. Это безобразие. Неужели невозможно повлиять? А самое интересное... Подождите. Нет, я понимаю. Влиять на общественников, наверное, не самая такая благородная задача, да? Но вообще-то ссылка на этот сайт ведет с официального сайта УФСИ. Вот смотрите. Я, не будучи филологом, но искренне разделяю ваше восхищение слогом написанным. Ежели исключить определя... Ну, владение словом там нельзя не отметить, да. Пусть блок свой ведет. Да, но если говорить о содержании, у меня здесь есть позиция, есть вопрос. Позиция моя состоит в том, что руководитель избранной общественной структуры должен отдавать себе отчет в том, что он несет ответственность за транслированное в информационное пространство слова или статью. При этом должен всегда... Вы о моральной сейчас ответственности или о юридической? Ну, юридическое это там предмет... Потому что юристы смотрели и сказали, что не придерешься, не под суд. По юридической оценке не дам, по моральной и по внутренней ответственности. Будучи избранным руководителем общественной структуры, ты должен отдавать себе отчет в том, что ты, скажем так, свое личное мнение и свою личную позицию не то, чтобы не имеешь права транслировать. Ты должен понимать, что ты выражаешь коллективное мнение, доверивших тебе, собственно говоря, руководству с собой людей. Во-первых. Во-вторых, априори с уважением должен относиться не только к тем, кто за тебя проголосовал, но ко всем, кто входит в твою организацию, ко всем, кто вообще занимается там общественной деятельностью. Я считаю, что вообще уважение – это качество, которое не бывает частично. Нельзя с уважением относиться к части людей и с неуважением к другой части. Это как честь. Она у тебя либо есть внутреннее уважение, либо его нет. Ты можешь быть несогласным с людьми, ты можешь с ними спорить или конфликтовать, но уважение к ним у тебя должно быть. Особенно к людям, которые, собственно говоря, тебя внутри избрали. Я считаю, что моя позиция – подобные формулировки и подобное изложение собственных мыслей на должности руководителя общественной структуры недопустим ни по отношению к членам этой структуры, ни по отношению к кому бы то ни было. Если хочешь подобным образом формулировать, в статусе частного лица сложи в полномочии. Вот если Ройзман ушел в отставку для того, чтобы сказать все, что он думает по поводу депутатов, которыми он руководил городской думой Екатеринбурга, вот тогда я его пойму, если он сейчас выйдет из здания и все, что думает, по этому поводу скажет. Все, что не кипело. Тогда да. Значит, это первый момент, это моя позиция. Я считаю это недопустимым, и могу себя там, в общем, могу об этом судить, будучи дважды секретарем общественной палаты региона. Да, у меня тоже были люди, с которыми я был не согласен, и с которыми я конфликтовал. Я не припомню, чтобы вы их клоуны называли. Я не мог себе допустить, это вы мягкую еще формулировку использовали. А теперь у меня вопрос. Кому? Сейчас озвучу, и нам будет понятно. Вот мы с вами обсуждаем это. В соцсетях обсуждается это. Вы сказали, что в студии это обсуждают. Медиазона написала. Написали популярные на российском уровне блогеры. У меня вопрос. А члены ОНК? В чей адрес все это звучит? Так. Какова, где их реакция, где их позиция? Еще раз напомню. Давайте, чтобы было понятно. Значит, эта должность, которую занимает Михаил Кузьминых, она неназначаемая. Она избираемая. Его избрали в свое время с перелесом в один голос. Его избрали сами члены ОНК. Значит, в данном тексте неуважение распространяется на весь состав ОНК. Нет, нет. На конкретных правозащитых кабачках. Там неперсонализировано. И каждый это может принять в свой адрес. Если кто-то считает, что на него это не бросает тень, я считаю, что подобные формулировки бросают тень на ОНК в целом. И на каждого из членов этой комиссии. И здесь как раз тот самый механизм прямой демократии, о котором мы с вами, о достоинствах, о котором мы дискутировали вначале. Где внеочередное собрание ОНК? И где реакция? Позиция? Заявление? Где официальная позиция относительно ссылки на сайт? Где эти действия? Еще раз повторюсь, ОНК самоорганизуемая структура внутри. Общественная палата России, до комиссии взаимодействия с ОНК, которой я довел информацию, они ознакомились. Что они сказали? Вы знаете, честно говоря, надо понимать, что в масштабах всей страны происходит много такого, на фоне чего это выглядит, конечно, не детской шалостью, но не самым выпиющим фактором или ситуацией. Они там много что насмотрелись, начиная от уголовных ситуаций, заканчивая коррупциогенными и всеми остальными. ОНК вообще структура очень сложная с точки зрения формирования, форматирования, работы и сочетания интересов внутри нее. Собственно говоря, мне в комиссии сказали о том, что воздействие прямого... То есть нет возможности позвонить из Москвы и сказать, чувак, поумерь пыл. Ну вот понимаете, какая штука здесь возникает? Сегодня... Очень важный момент, да. Мы с вами, с одной стороны, когда речь идет о неком вертикальном воздействии, говорим, что это плохо. Мы очень против. С другой стороны, когда надо, мы сами пытаемся к нему прибегнуть. Вот у нас ситуация региональная, абсолютно региональная ситуация, которую надо решать здесь. Мы пытаемся найти механизм воздействия на нее извне. Желательно из Москвы, как обычно. Мне было сказано, мы... Вернее, закончу мысль, да. Надо понимать, что если мы включим такие механизмы, то сегодня позвонят ему и скажут, что не так, а завтра позвонят другому, который как бы там занимает... По другому поводу? По другому поводу, по поводу его мнения, позиции. Это правильно ли это? Я считаю, что нет. Андрей Леонидович, должны сделать перерыв на рекламу и вернемся через две минуты. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России. В нашей студии мы продолжаем особое мнение. Я так думаю, тему УНК, ну вот, еще в перерыве немножко обсуждали, да. То есть, единственным вариантом, который вы видите, это собрание Общественной наблюдательной комиссии, все-таки там, я не знаю, разбор того, что происходит и какое-то решение. Я вижу, это не единственным, конечно, вариантом, вариантом, может быть, множеством. Давление из Москвы мы отвергаем, как не самое правильное. Я считаю принципиально неправильным это, потому что, еще раз говорю, включив этот механизм однажды, мы ведь, ну, собственно говоря, делаем... Откроем ящик поддор. Мы сами противоречим тому, что мы декларируем. Поэтому я считаю не единственным вариантом, я считаю его самым правильным. Мне кажется, что, собственно говоря, позиция УНК в целом по этому поводу, тем более, если говорится о том, что было официальное решение по ссылке на сайт. Ну, надо просто там собираться и свою позицию по этому поводу озвучивать. Еще раз говорю, в данном случае, мне кажется, что дальнейшая эскалация вот этого внешнего обсуждения без внутренней позиции приведет к дискредитации УНК в целом. И надо отдавать себе в этом отчет. Хорошо. Переходим к следующей теме. Цена на бензин? Цена на бензин? Андрей Леонидович, вы водитель, я знаю. Вот. Вчера была прекрасная вечером новость от Центробанка. Центробанк прокомментировал активный рост в последние... в последний месяц, я бы сказала, там, да, взрывной, можно сказать, рост цен на бензин в разных регионах России. Они сказали, это связано с внешней ситуацией цен на нефть. И вообще, вот, обратите внимание, когда цены на нефть падали, бензин не рос так сильно, они сказали. Вот. И чем привели, в общем-то, в ступор людей, которые не очень, может быть, разбираются в макроэкономике, мнение было единое. Вообще, если цены мировые падают, так, по идее, бензин должен дешеветь, а не то, чтобы там не очень дорожать. Ну, вы знаете, Анна, у меня по этому поводу короткая реплика-анекдот. Да, Сталин? В России любой повод может быть основанием для повышения цен на бензин. Мы, собственно говоря, никогда не сталкивались со снижением стоимости. И это для нас совершенно неизвестное событие. Но рост стоимости, имеющий место, там, постоянный, объясняется любыми происходящими событиями, вне зависимости от их той или иной логической связанности. В нынешней ситуации мы имеем дело с таким скачкообразным ростом. Говорят, что это объясняется выборами президента, до которых было запрещено поднимать цены. Точнее так, не рекомендовано. Ну, опять же, там, конспирологические теории и все остальное. Я, например, помню, вот специально обращал внимание каждую весну на рост цен на дизель. Не на весь бензин, а на дизель. Ну, это связано со стартом сезона. Да, на моей памяти это происходило последние лет пять. Дизель весной вырастала на 2-3 рубля. И, в общем, видимо, учитывая небольшое количество владельцев дизельных автомобилей, это проходило в мире. Я, честно говоря, тоже к макроэкономистам себя не отношу. Прямой зависимости между ценами на внутреннем и внешнем рынке я ее вижу, но не понимаю. Потому что, несомненно, экономическая целесообразность должна иметь место. Но, в том числе, принимая во внимание режим экономический, в котором мы сейчас существуем, на внешней среде, я имею в виду санкционный режим в том или ином формате, я считаю, что для нас, например, снижение внутренних издержек и переложение их на внешних потребителей, это, в том числе, экономический механизм противостояния тому, что происходит. Не контрсанкции, а если мы, например, внутри страны снизим стоимость энергоносителей того или иного рода, за счет чего наша продукция станет более конкурентоспособна, и на внешних экспортных рынках сможет более выгодно быть представлена, а правительство России отдает большой приоритет развитию экспорта. Это, в том числе, может быть ответом на то, что с нами происходит. Увышайте цены на внешнем рынке, за счет чего снижайте на внутреннем. Макроэкономисты нам и здесь скажут, что наши производители пойдут по пути увеличения издержек, собственно говоря, мы все это не интегрируем, но я думаю, что здесь надо искать баланс. Баланс между интересами граждан страны и, собственно говоря, экономической политикой. И уж если так совсем утрировать, грубо говоря, то, в общем, как это, у нас прошел уже период этих, когда все возмущались по поводу отсутствия пармезана, но, грубо говоря, я думаю, что многим жителям нашей страны было бы очень приятно понять, что пармезана лишились, зато бензин подешевел. В два раза. Прогноз ваш хотел бы услышать по поводу акции «Месяц без бензина», анонсированной вчера в паблике «Злой кировчанин». Несколько тысяч человек проголосовало в опросе. Откажусь там, не откажусь, да, вот поддержу, не поддержу. Поддержать готовы вот реально тысячи людей, тысячи кировчан. Но скептики говорят, что тех, кто на месяц откажется от покупки бензина, на самом деле будет немного, может быть, десятки. Ваш прогноз? Мой прогноз, в общем, примерно такой же. Вы согласны со скептиками? Да, я согласен, видимо, придется в них себя записать, потому что я часто с этим сталкивался. Активность в интернете с активностью в решениях, да, и в реальной жизни, имеет очень мало общего. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты в нашей студии. У нас три минуты остается. Вот очень коротко. Хотела бы я все-таки ваш прогноз на наши авиаперевозки услышать. Очередной раз саратовские авиалинии, их перелеты из Кирова на юг и в другие регионы страны. Под вопросом 27 мая Росавиация будет принимать окончательно, как я понимаю, решение по саратовским авиалиниям, запрещать им работать на российском рынке или нет. Ну, говорят, что, может быть, не запретят. Но под вопросом вообще перелета из Кирова, под большим вопросом. Нам полтора года обещают найти достойных перевозчиков на авиарынке. Ну, вот пока что-то мы особо не видим никого. Ну, перевозчиков-то на авиарынке осталось вообще не так много. Уж с точки зрения лоукостеров-то их один или два, если прямой об этом говорить. Ну, вообще, конечно, ситуация... Да уже бог с ним, даже не лоукостеры, даже компании с какими-то более-менее адекватными ценами. Потому что, ну, правда. Ну, в этом смысле ситуация, конечно, удручающая достаточно. Если говорить о регулярности рейсов, то, в принципе, там, более-менее устраивающий график сейчас выстроился. То есть, опять же, в Москву можно слетать там одним днём, хотя слишком рано и слишком поздно. И слишком долго. А вот вопрос стоимости перелётов, это, конечно, серьёзная ситуация, потому что достаточно часто, бывая в Москве, общаясь с коллегами, сопоставляя, в общем, как бы стоимость перелёта из Перми в Москву. А из Перми Победа летает, по-моему, да? Ну, я сейчас точно не скажу, но, в общем, когда ты произносишь цифры, там, порядка 15 тысяч туда-обратно, а у коллег это, там, 5-6 тысяч, да, то есть разница, там, от двух до трёх раз стоимости перелёта на стопильное расстояние, конечно, это резко сдерживает и мобильность наших граждан различную, и трудовую, и рекреационную, туристическую, и все виды, да. И деловую в том числе, потому что, конечно, там... То есть на инвесторах, на инвесторах, которые могут прийти в наш регион, это тоже сказывается. Ну, видите, здесь ведь у меня вот есть... Прямой зависимости нет. Нет, почему? Есть. Иногда разговариваю с людьми, которые, ну, как бы, там, рассматривают какие-то вопросы бизнеса, ну, например, они, там, в силу своей занятости не готовы жить в Кирове, да, но при этом понимают, что им, там, 2-3 дня, 2-3 раза в неделю, например, придётся, там, в Киров летать. Делать это на поезде невозможно уже просто, потому что это вся неделя на это уйдёт, там, с учёным вечером всего. А самолётом это превращается, ну, в общем, достаточно серьёзно. В 200 тысяч в месяц. Как бы, там, да, то есть, которые, вот... Поэтому, конечно, это удручающая ситуация, которая требует решения и требует, ну, таких направленных действий, потому что конкуренция между регионами сейчас и в целом, по всем, как бы, вопросам очень высока, и это стимулируется федеральным центром, а уж конкуренция за нормальных перевозчиков, авиаперевозчиков, она ещё выше. Напомню, что там, при руководителе Победы говорил о том, что у них, там, не шорт-лист, а лонг-лист регионов, которые, там... Стоят в очередь. За ними, да. Андрей Юсенко, вице-президент Вятской торговой промышленной палаты, представитель Гировской области в Общественной палате России, был у нас в особом мнении. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Время на шестик. До свидания.